Представляю, как я буду тут все так же выстраиваться в свою собственную комнату. У меня такое ощущение, как будто никогда этого не дождусь. У Дёмы просто мебель есть, у меня есть, у Ники еще нет, поэтому она страдает. Всем привет! Я переезжаю, ну на самом деле мы переехали уже как бы относительно давно, но мой бьюти стол сегодня переезжает в кабинет. Это как бы кабинет серого цвета, это в предыдущих строительных блогах. Сейчас я вам показывала обои. Сейчас я купила обои, я обещала показать, и кстати в инстаграм тоже надо показать. Купила обои, здесь будут обои, почему? Потому что, во-первых, для того, чтобы подготовить стену под покраску, это 11 тысяч, обои обойдутся там в 5-6 вместе с обоями, наверное. Ну, сейчас надо посмотреть, сколько мне за обои ребята посчитали. Вот, поэтому я решила, что обои будут здесь основной момент, потому что дешевле. Ну и второе, то что здесь в принципе нету проходного двора, и визуально тоже будет симпатично. Вот такие вот купила обои, они по текстуре как будто бы это крашение стен. Ну, когда поклеят, посмотрим. Надеюсь, что это так. Выбирала цвет серый и специально взяла, ну, во-первых, я поехала с плохим настроением, и, наверное, поэтому они у меня темные. Но я не жалею, цвет реально крутой. Он холодный, темный, серый. Вот, не знаю, видно так или нет. И производство, кстати, обои очень дорогое удовольствие. Хорошие обои стоит 800 гривен. Вот, но я искала долго, много, в разных местах. Есть специальные магазины с обоями, там есть разные акции, скидки. И можно было купить, например, производство Украина. Также есть еще финны, есть немцы. Ну, в общем, разные-разные производители. Я купила, по-моему, немцев, вроде бы. Ну, крайне мере, мне так сказали. Обои неплохие, они плотные, потому что есть флезелиновые и мягкие обои. Они по качеству как бы хуже, потому что там где-то, ну, будет быстрее отходить, не так будет смотреться, поэтому если уже покупать обои, то тоже хорошие. Которые купила, темно-серые. Вот, они уже поклеены. И сегодня ребята положили, ну, как бы, постелили, положили, как правильно, плинтус. Вот, прикрепили, приклеили, я не знаю. И сегодня у мамы с гаража выносится шкаф. Эти же ребята, которые мне собирали мебель, они же сейчас вот клеили плинтус. И они же будут собирать сейчас шкаф для мамы. И у меня спрашивают в инстаграм, и вы постоянно спрашиваете контакты ребят, мебельщиков. Я всегда под видео оставляю, поэтому заглядывайте в инфобокс. Итак, здесь мои бьюти-штуки. Сейчас ребята перенесут стол и комод, и я вам покажу, куда уже соберу. Наконец-то! Потом я покажу вам ванну, покажу, в общем, все вам покажу, поэтому оставайтесь со мной. Церкало такое замучено, красное. Я его, кстати, заказывала с Днепропетровской области, его мне в новой почте доставляли. Он вообще легкий. Ну, у нас он стоил тогда, много лет назад, по-моему, 12, а я его купила за больше. Поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С мамой съездила в банк, вернулась и думаю, надо в инстаграм сделать фотографию до и после. Где-то у меня была фотография до, ну, просто я там где-то, по-моему, фотографировала. Если у меня нет, можно сделать скрин с видео. И теперь после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как-то так. Здесь я поставлю красный диван. О, вы его не видели еще. Я вам покажу красный диван. Здесь будет стоять столик. Здесь будет такой, как стеллаж. И... Ну, как-то так. Ну, диван пока будет такой, потом будет рукой. Потому что диван уже такой, чтобы он раскладывался. А тот, который я купила, красный, они раскладываются. Для чего, чтобы раскладывался? Если вдруг гости приедут, то что-то можно было их здесь положить. Вот. В общем, как-нибудь так. Я тогда думаю, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кошке тоже нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, так, что это такое? Что такое? Клебая, что такое? Ты споткнулась, да, кошка? Угу. А что ты плачешь? М? Ну, что такое? Ну, что такое? Ну, что такое? Что такое, Макалюша? Что такое? Ой, прям умел. Смотри на этот морт. Иди сюда, бегом, бегом. А, уже увидела. Смотри. Вот такой. Вот такой, да. Ой, как нервовится. Ленки подраны. Наконец-то и Ника дождалась свою кровать. Вот ребята делают. Я покажу в итоге, как она хочет. И ее желание. Ребята исполняют. Это металлическая будет кровать, потом ее надо покрасить черный цвет. Она захотела черную кровать. И вот. Делает. Игорь Негода. она сейчас перевернута видим вот и ребята говорят что на болтах не сильно крепком поэтому надо в самой комнате приварить я говорю если выносить тогда что так но потом разрезать но так как она будет покрашенная конечно это не прикольно но не знаю сейчас разберемся здорово такая матерая кровать предыдущих строительных логов я вам показывала что было плера и смотрела гордина но там не подходили по размеру и я не находила тот цвет сейчас я только приехала находится в киеве на метро ударница магазин каштан тут несколько этажей один этаж полностью с гординами вот мне нравятся такие плотные но пока я не вижу моего цвета вот но почему включилась хочу вам просто показать это все гордина то есть если вдруг вам надо вот вам сюда так ребят установили ванну сразу показываю что за ванна потому что сейчас собираюсь ее мыть и убираю эту наклейку на прилипло мне порекомендовали этого но в эпицентре много было других которые чуть дешевле но порекомендовали из-за того что она толстая большинство ванн такие прям тонюсенькие и ребята говорили но это просто стаканчик вот поэтому пластик поэтому как бы убедили взяла такую 170 на 75 по моему сейчас точно скажу и взяла прямую ванну мне по дизайну больше нравится буду мыть ее нефин книжный шкаф представьте как придала тебя читать что решила себя зафигачить достойно метров два шкафа для любви всяких книг и не только поделок потому что она любит и вышивать в общем все любит ручек еще нету поеду покупать возьму вас с собой и три такие шифраночки для нее прибавилась естественно кумбин на розеточке ребята все сделали по размеру и сейчас будет заносить ее к кровати здесь потом просит у меня клея поставила еще тоже для книг такие как три полки с металлическими ободками тоже сейчас пока не буду ну чуть попозже попрошу чтобы сделали и демкина мебель переехали мы перевезли он демкинка мой и его шкаф сейчас ребята будут собирать потому что грузчики разобрали и ребята соберут мы сюда поставлю скоро все будет красиво я вам все все покажу но решили что наверно не стоит снизу уже находятся пластмассовые каточки которые будут давать кровати мягкость и а а а а а а на шлема мастера который кладет плитку очень говорят хороший но очень длительный это второй день и как видите то есть тут еще один будет этот будет еще один ряд и вот он начал обкладывать зону туалета также ванна будет заложено такой же киткой но я оставляла показывала тут тоже наставлю визуализацию делает очень медленно но ведь и по стыкам вот этим вот очень хорошо потому что плитка адемовская это не италия она неплохая но она и не супер пупер хотя он сказал что плитка хорошая она просто говорит она бывает там неровная и мне очень говорит тяжело ее прям тоненько-тоненько подрезать потому что откалывается вот но в принципе неплохо еще ж затирка будет поэтому я довольна посмотрите как сейчас вот все повырезал плиточку потом помою и вон видите впритык и надо будет потом темную купить затирку мне нравится когда цвет в цвет или чуть светлее затирка чем например плитка плитка как я сказала темовская еще будет серая серая будет вот здесь вот вот здесь серая и здесь здесь одна стена только черная и здесь будет такая рыжая под дерево вот я вам как-то уже показала она такая структурная то есть реальное ощущение как будто это дерево вот прикольная такая так ну что задавайте вопросы если есть поотвечаю а теперь хочу показать шкафы с ручками уже ручки поставили вот ника тут начал уже обживаться ну пока еще у нее творческий беспорядок ягодника а вот это вот убрать например ну здесь рюкзаки она такая они здесь так и будут лежать ну это ее комната я не могу ей говорить что где должно лежать она уже взрослая поэтому пройдемся просто по мебели вот ручки выбрала в эпицентре одна ручка стоила сто семьдесят гривен по-моему я уже сейчас не помню вот и мне надо было семь штук но они сюда просто идеально подходят из-за кровати вот потому что у ники здесь вот черная с белым ну и как бы она тут разбавляет разными цветами рисовала рисовала не дорисовала вот я кстати еще не заглядывала она сама тут раскладывала ага вот она у нее тут как у нее куклы она раньше собирала куклы фарфоровые три куклы и одна у меня есть мне дарили подарили вот это у нее здесь всякие и поделки ну то есть имею ввиду вышивки ну и так далее вот я думаю нико не против то что мы тут и книги она только начала раскладывать потому что книги еще из гараже и в нее книги еще вот тут вот и вот сюда вот я уже рассказывала вам показывала что сюда она хочет такой как стеллаж из трех полок где тоже он будет открыт и тут тоже будут книги вот ну в принципе все стул еще ей нужен у нас есть стул ну старый новый надо купить но тот который она хочет стоит по-моему две с половиной или три тысячи и пианино накрыли потому что пыль садится то вчера молодой человек приехал и привез сладости так теперь по всему дому бумажки валяются и в принципе пока все но это как бы можно сказать полуфабрикат то есть пока еще не все тут еще был дахин будет сейчас покажу еще демкину комнату тут тоже еще не все но плюс-минус уже понятно вот это сейчас поставил свой домик его комод я чуть чуть не рассчитала когда я эту мебель измеряла и сюда решила поставить я не подумала о том что будет выключатель поэтому комод не вплотную к стенке он слегка пришлось его отодвинуть вот чтобы можно было добраться до выключателя я конечно в этом плане псих ну то есть мне не нравится и меня раздражает этот факт потому что все должно быть нормально но резать комод короче его переделывать я не стала ну и вот его детская тоже пока еще не все разложили не все сложили я со временем наверное заменю а может и даже не заменю потому что очень удобно то что они прозрачные и видно там игрушки поэтому очень хочется еще подушку сюда красную знаете такую и ники в комнату черную они играют в той комнате есть и здесь хотелось бы чтобы можно было сидеть не на полу а на этих пуфиках мягких поэтому так же еще шторы нужны вот ну короче еще много чего а еще с ванну вам покажу в ванне уже одну стену серую я вам показывала говорила что сейчас я отключу что серая стена будет здесь здесь вот он работает мне каждый день приезжают пусть она вы видели туда заложила тоже не до конца еще завтра приедет и вот эта серая стена на заказ тоже надо будет делать столешница полтора метра и зеркало хочу большой обвесить вот ну пока так а сейчас еще покажу любимый приехал и привез на получается как бы в эту комнату и сюда в прихожую потому что здесь как бы подготовили стены под покраску и он привез краску краску привез кстати санузел еще привез и краску привез точно такой же фирмы как это у дома покрашены только оттенок темнее потому что захотелось ну там классный цвет захотелось еще поиграться и сделать темнее потому что здесь очень много света поэтому в принципе если стена будет серая такая темная то будет классно здесь будет кухня здесь будет остров но опять же это со временем потом вот плитка плитки сразу на два санузла это остаток как бы вещей которые я забрала с прошлого дома то есть мы окончательно переехали потому что ранее мы ездили взад вперед когда была сезонность меняли вещи негде было их хранить потому что дом не отапливался и в маленьком домике просто негде было хранить сейчас мы все вещи забрали я уже началась раскладывать и вот тут есть кухонные всякие такие прибамбасы вот но раскладывать пока некуда там гараже мамины вещи и в общем я оставила их здесь вот это надо будет отправить я сейчас перебираю вещи то что маленькое то что она как бы уже не подходит я отправляю на донбасс вон туда в север донецк ну в общем как то так на днях любимую покосит траву потому что уже уже просто невозможно он приехал и начал смеяться говорит у тебя как алиса в стране чудес потому что подсолнухи он видите и просто заросли надо что-то с ними делать вот я на этом ссылок заканчиваю подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх нажимайте на колокольчик и до новых видео пока пока